Спасибо, что пропустили меня немножко вперед. Еще, правда, никогда новорожденную пару медицинским вопросом не называли, но тем не менее спасибо. Итак, Анна Сергеевна честно попросила рассказать не столько о решениях, не столько о предложениях, которые можно встретить довольно в большом количестве на рынке, но просила рассказать о сложностях. И я бы даже назвала эту презентацию энное количество ошибок, которые вы, мы и все вместе можем и, скорее всего, будем совершать, но тем не менее об этом надо говорить. И начнем мы говорить в первую очередь с учетом того, что сложности начинаются даже с дефиниций, которые возникают в области цифровых исследований патологоанатомических. И на сегодняшний момент в России довольно мало тех нормативно-правовых актов, на которые можно сослаться, когда мы говорим о цифровых исследованиях и о цифровых патологоанатомических случаях. Но если взять самую компетентную организацию в этой области, ассоциацию цифровой патологии, она вводит довольно много обозначений в глоссарии, среди которых встречаются и цифровая патология, и телепатология, и виртуальный слайд, о котором уже упоминал профессор Хербс в твоем сообщении, и так называемое полноценное цифровое изображение микропрепарата, world slide image, если переводить дословно с английского. И все эти дефиниции так или иначе встречаются, когда речь идет о цифровых патологоанатомических исследованиях. Когда же речь идет о том законодательстве, которое есть на сегодняшний момент в России, то чаще всего специалисты говорят о телепатологии, что является довольно узким и не совсем точным определением и той калькой с опыта иностранных коллег, который встречается на сегодняшний момент. Поэтому, когда мы говорим о цифровой патологии в целом, я бы начала с такого сложного философского вопроса, который должен себе задать каждый специалист, который собирается в эту область входить. И каким-то образом переводить свои исследования в цифровой вид. А вопрос должен звучать следующим образом. Для чего же вообще мне нужны цифровые патологоанатомические исследования? Для чего мне нужны цифровые изображения микропрепаратов? Зачем вообще для моей лаборатории это необходимо? И основных ответов на этот вопрос чаще всего мы видим четыре. Самый первый и самый простой ответ, который встречался уже довольно долго и возникал в качестве потребности в патологоанатомических лабораториях, это задачи, когда необходимо иногда сканировать цифровые изображения микропрепаратов, иногда их архивировать, иногда по ним обучать, иногда заниматься автоматизированным анализом по этим цифровым изображениям микропрепаратов. Но это чаще всего не рутинная практика патологоанатома работать с такими цифровыми изображениями. Это некая отдельная область, которую можно назвать задачей исследовательского характера. Та область, которая как раз чаще всего звучит с экранов телевизоров даже в последнее время, это область, связанная с консультациями с использованием телемедицинских технологий, то, что у нас называется телепатология. Это задачи, когда требуется иногда сканировать изображения и отправлять их на консультацию в какое-либо другое учреждение или наоборот принимать случаи на консультацию из других учреждений. Третья задача – это задача, которая реализуется, можно по пальцам пересчитать даже те лаборатории в мире, которые реализуют задачу действительно цифровой патологии, когда основной целью, долгосрочной целью, лаборатория для себя ставит задачу сканировать все микропрепараты в своей лаборатории и дать задачу врачам больше никогда не смотреть в микроскоп, ну, в 90% случаев не смотреть в микроскоп, а работать только с цифровыми изображениями микропрепаратов. Это совершенно иная задача, нежели первые озвученные две. И четвертый вариант работы с цифровыми изображениями, такой уже, к сожалению, еще редко встречающийся даже в мире, это полноценная работа в мультидисциплинарных командах с использованием цифровых изображений патологоанатомических, когда именно врач-патолог, я надеюсь, здесь немного находятся врачи клинических специальностей, здесь можно это говорить, врач-патолог является центром этих мультидисциплинарных команд и основным звеном этой команды. И давайте рассмотрим варианты, про которые я рассказала чуть выше, и каждый вариант оценим с точки зрения тех требований и потребностей, которые возникают на этапе постановки задач в лаборатории, постановки задач для специалистов, которые будут заниматься внедрением, и работой с системой для цифровых патологий. Требования можно условно разделить на пять основных подтипов. Это требования к оборудованию для получения цифровых изображений и других изображений в патологоанатомическом отделении. Это требования к той IT-инфраструктуре, которая будет поддерживать работу всей этой системы цифровых изображений. Это требования к выходу за пределы учреждений, информационных пределов учреждения. Это требования к персоналу, который необходимо задействовать в процессе внедрения и в процессе эксплуатации системы. И требования к каким-либо другим подразделениям медицинской организации. Если мы говорим о первом варианте работы с цифровыми случаями, это вариант работы для решения потребностей исследовательских задач, как я сказала, это иногда сканировать, иногда архивировать изображения, проводить некий автоматизированный анализ изображения, то для этих целей с точки зрения требований к оборудованию можно назвать использование любого сканера микропрепарата. В данном случае не так важно, как будет выглядеть этот сканер. Главное, что можно использовать как сканер с небольшой загрузкой слайдов, так и большой. Все зависит от ваших исключительно возможностей. Если посмотреть на номенклатурный классификатор Росздравнадзора, как он называет эти устройства, то там в этом номенклатурном крыклоклассификаторе данное устройство именуется как цифровой сканер микропрепаратов. Собственно, это наименование и можно использовать. Далее, если говорить о требовании к IT-инфраструктуре для поддержания реализации потребности сканирования и решения исследовательской задачи, то в данном случае можно сказать, что можно использовать любое небольшое хранилище для получаемых сканированных изображений, но в целом специфических требований нет, и требования заканчиваются на том, сколько сканируемых изображений вы хотите получать ежедневно, ежемесячно, ежегодно. С точки зрения требований к персоналу, опять же, нет каких-то специализированных требований. Да, можно добавлять в свою команду одного специалиста, который будет заниматься сканированием, который будет заниматься загрузкой, разгрузкой сканера, но тем не менее каких-то специализированных требований для команды не существует. Ну и не требуется привлечение каких-либо других продразделений, в данном случае имеется радиологическое, онкологическое, для того, чтобы запускать проекты с такими задачами. Когда же речь идет о втором варианте работы с цифровыми изображениями, вариант, который именуется телепатологией у нас, то здесь ситуация несколько иная. Основной отличительной особенностью работы с телепатологией является задача по разработке процедуры выхода информации за пределы медицинской организации, потому что когда речь идет о телепатологии, в первую очередь мы говорим о том, что мы должны либо запрашивать информацию вовне, либо получать информацию извне. И основные вопросы, с которыми мы встречаемся, когда речь идет о задачах телепатологии, это вопросы, с кем консультироваться, по каким нозологическим группам, как часто, включать ли это консультирование в некую рутинную процедуру, как загружать клиническую информацию из медицинских систем для таких консультирований, как загружать данные по макроописанию, по макросъемке, как оформлять юридическое консультирование. Количество вопросов здесь указаны основные, но на самом деле их можно продолжать и продолжать. Поэтому, когда речь идет о телепатологии, в первую очередь необходимо ответить себе на вопрос, с кем я хочу консультироваться, как часто и какие врачи будут допущены к процедуре получения консультаций. В случае телепатологии требования к оборудованию, опять же, зависит от частоты получения консультаций для врачей и учреждения. Поэтому в целом можно говорить о любом сканере микропрепаратов, который потребуется. В любом случае необходима некая цифровая информация с макроописания, и обязательно необходима интеграция с ЛИС и МИС для загрузки информации о клинических исследованиях по пациенту. С точки зрения IT-инфраструктуры необходимо обязательно продумать то хранилище для цифровой информации по случаю, из которого будет происходить загрузка во время телепатологической консультации по случаям пациентов. С точки зрения персонала зависит от масштаба консультирования, но, тем не менее, стоит продумать специализированного человека, одного специалиста, который будет заниматься сканированием микропрепаратов, если речь идет о рутинной практике консультирования, либо есть отдельные решения, когда можно устанавливать небольшие сканеры прямо на место рабочего врача, и в любой момент, когда возникает потребность консультирования, врач быстро загружает сканер, получает цифровые изображения препаратов, загружает данные по случаю и отправляет случай на консультацию. Если говорить о нормативно-правовом регулировании, то совсем недавно вышли изменения к 179 приказу, в которых говорится следующее, что в диагностически сложных случаях в целях формулировки заключения для консультирования по согласованию с заведующим патолого-анатомическим отделением привлекаются другие врачи-специалисты патолого-анатомического отделения, а также врачи-специалисты, принимавшие непосредственно участие в медицинском обследовании и лечении, а также врачи-специалисты иных медицинских организаций, в том числе с применением телемедицинских технологий. Ну вот как-то так дано некое определение и возможности именно телепатологическим задачам, которые встречаются в России. И я хочу обратить ваше внимание, что в 179 приказе нет никаких изменений в тех пунктах, которые касаются именно диагностических задач. То есть телемедицинские технологии возможно на сегодняшний момент с точки зрения нормативно-правового регулирования использовать только для консультирования, не для диагностики. Кроме того, в изменение к 179 приказу вводится новая группа патолого-анатомических отделений, четвертая так называемая группа, которая и обеспечивает путем информационного взаимодействия, в том числе с проведением консультации с применением телемедицинских технологий, как раз оценку, интерпретацию и описание результатов иммуногистохимических, патоморфологических и молекулярно-генетических исследований, выполняемых в иных медицинских организациях. Такой возможностью обладает патолого-анатомическое отделение первой и второй группы, но это большая часть патолого-анатомических отделений, я могу сказать, те, что имеют производительность свыше 5000 случаев прижизненных исследований, и ссылаются в данном случае в изменение к 179 приказу на приказ Министерства здравоохранения номер 965, который вводит порядки организации телемедицинских технологий для оказания медицинской помощи. В этом приказе для врачей, патолого-анатомических отделений, которые хотят оказывать медицинскую помощь с применением медицинских технологий, вводятся два важных параметра. Первое – это оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. для оказания этой помощи необходимо зарегистрировать всех врачей-патологов в специализированной системе ЕГИС, в которой врач должен стать специалистом, который работает и использует телемедицинскую технологию как для консультации, для запроса консультации, так и для ответа по консультациям. Но это, насколько я знаю, уже работает. Система каким-то образом присоединиться можно на сайте ЕГИС, но этим должны заниматься, конечно, ваши специалисты, которые занимаются правовыми вопросами и IT-вопросами учреждения. Кроме того, сама организация, которая запрашивает так или иначе телемедицинские консультации, должна присоединиться к некоему общему реестру организаций, которые оказывают медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий. И для работы с применением телемедицинской технологии необходимо использовать некие информационные системы. Это может быть либо система государственная информационная, которая в патанатомию еще не пришла, либо иные информационные системы, предназначенные для сбора, хранения, обработки, предоставления информации, касающиеся деятельности медицинских организаций. То есть в данном случае врачи свободно могут выбирать ту информационную систему, которую используют для телемедицинских организаций. На что я бы хотела обратить ваше внимание, и когда речь идет о телемедицинских консультациях. Ну, по этому вопросу есть довольно элегантное исследование, в 1991 году еще проведенное, которое, задача этого исследования звучит следующим образом. Выяснить, обладают ли врачи-патологоанатомы экстрасенсорными возможностями. Было оно проведено тогда еще, конечно, не для цифровой патологии, а для врачей-клиницистов, для того, чтобы объяснить им, насколько важна клиническая информация по пациенту, когда врач смотрит на микропрепарат. В этом исследовании порядка 20 врачей принимали участие, когда получали микропрепарат, и их просили определить по этому микропрепарат возраст, клинические данные, пол пациента. В общем, итогом исследования является заключение о том, что нет, врачи не могут по микропрепарату определить ни возраст, ни пол, ни клинические данные, поэтому большая просьба клиническим специалистам, и продолжая эту тему к специалистам, которые отправляют исследования на телепатологическую консультацию, все-таки клинические данные по случаю обязательно указывать. Просто сканы, просто цифровые изображения микропрепаратов, которые, естественно, являются базой и основой телепатологических консультаций, это недостаточная информация для того, чтобы получить полноценный ответ от референсного центра. Ну и кроме того, сюда можно добавить и необходимость получения макроописания, естественно, изначального, которое врач-консультант не видит. Ну, идеальный, желательный, идеальный случай, когда врач-консультант видит и все данные по лабораторной пробоподготовке образца. Отсюда вытекает и необходимость дать и требования, о которых я говорила в начале, когда речь идет о телепатологии, о том, что необходима интеграция в данных, которые лаборатория получает для телепатологической консультации с макро, с лабораторной информационной системой, с медицинской информационной системой, как раз для того, чтобы все необходимые данные по цифровому случаю были переданы врачу-консультанту. Третий вариант, очень сложный, о котором я расскажу, несмотря на то, что законодательно пока не разрешен, это вариант, когда лаборатория ставит для себя задачу полностью перейти на цифровую патологию, то есть отказаться от работы с микроскопом, и работать и ставить диагнозы исключительно по цифровым изображениям микропрепаратов, полностью переведя все микропрепараты в цифровой вид. Это, конечно, требует огромного времени, требует огромных усилий, и те случаи внедрения реальные в практику, которые существуют на сегодняшний момент, это не десятилетия, но годы, с точки зрения работы и врачей, и IT-специалистов, и лаборантов для перехода на этот новый вид патологоанатомических исследований. И требования к тому, что необходимо для того, чтобы начать тех инвестиций, которые необходимы, чтобы начать таким образом работать в патологоанатомическом отделении, самые высокие. Это и высокопроизводительные сканеры, которые необходимы, и специализированные макросъемки, которые связаны с лабораторными информационными системами, и требования к интеграции с медицинскими информационными системами. И довольно долго, по крайней мере, на Европейском конгрессе патологов даже до сих пор еще звучат доклады о том, а как нам сканировать наши препараты, чтобы мы не убивали в тех лабораториях, где таким образом начинают работать врачи-патологоанатомы, чтобы просто не забивать полностью всю информационную систему учреждения. Потому что, я думаю, что каждый из вас уже знает и понимает, сколько весит и какой объем занимает один цифровой скан. Требования к IT-инфраструктуре также крайне высоки. Это и специализированные сервера, специализированные так называемые ПАК-системы и программное обеспечение для работы с этими ПАК-системами для того, чтобы загружать, хранить, обрабатывать и по какому-то протоколу, по какой-то процедуре работать с цифровыми изображениями. Это специализированные мониторы, специализированные 3D-мыши, которые эмулируют работу с рукояткой управления для того, чтобы врачу удобнее было работать с цифровыми изображениями. Для этого даже виртуализируют работу рук с рукоятками управления. Это сложные требования к рабочим местам врачей, к мониторам. Нет таких требований, как в радиологии, когда очень важен контраст серого. Но, тем не менее, все мониторы должны быть жестко отрегулированы на определенную цветовую передачу. В данном случае может не быть требований к выходу за пределы учреждений, если не требуется какой-то кооперации с другими учреждениями. Но с точки зрения персонала, это совершенно отдельная область, когда запускают работу в таких лабораториях. Целая группа рабочая, которая состоит из врачей, патологов, из IT-специалистов, из лаборантов. И совершенно точно добавляются места лаборантские, когда уже запускается работа для гистотехников, которые постоянно загружают сканеры, постоянно разгружают. То есть это уже не требуется сортировка случаев, как это происходит при обычной работе. Но, тем не менее, загрузка и разгрузка сканеров это совершенно отдельное рабочее место. Ну и пока еще не существует при такой работе особых требований к другим подразделениям. Ну и как я сказала, когда речь идет о переходе на такие цифровые исследования, то время, которое стоит сразу заложить, а с учетом российских реалий, тут, наверное, можно еще единичку перед каждой цифрой прибавить, время, которое стоит заложить на переход, на такую работу, это минимум 5-7 лет с постоянной валидацией просмотра цифровых и реальных микропрепаратов. Когда врач смотрит и цифровое изображение, и микропрепарат под микроскопом, и вализирует свою диагностику, переходит, ну, как и любого нового метода, который внедряется в лаборатории. Если говорить о том, что стоит заложить с точки зрения инвестиций, то это минимум до 5 миллионов евро инвестиций именно за сам проект, когда устанавливается сканер, устанавливается вся IT-оболочка. И если мы говорим о постоянных затратах, которые лаборатории стоит заложить заранее, это минимум от полу до 1 миллиона евро за хранение цифровых изображений. Если речь идет о патологоанатомическом отделении, которое в день может производить до 1000 сканов, то в среднем цена на хранение этой информации порядка 100 терабайт объемов информационных в год. либо необходимо как-то хранить, либо разработать протокол удаления после заключения и хранения только живых микропрепаратов, например. И самый сложный, самый перспективный, но самый желаемый для всех вариант – это полноценная организация работы в мультидисциплинарных командах, где врач-патологоанатом является центровым специалистом для такой мультидисциплинарной команды по всем или по сложным онкологическим случаям. Для этого требуется все, о чем я говорила ранее, но и существуют определенные требования к другим подразделениям. Довольно странно будет выглядеть ситуация, когда вся цифровая информация поступает с патологоанатомического отделения, но нет привязки к радиологии, нет привязки к клиническим данным, нет привязки к каким-то исследованиям, которые проходят в медицинской организации. Поэтому в данном случае необходимо продумывать полноценную оболочку IT-инфраструктуры организации, которая собирается переходить на такой вариант работы. И это, конечно, нам хочется верить, что это все-таки будущее, хоть и чуть-чуть, пока от сегодняшнего дня далекое. Ну вот то, о чем я сказала, как выглядит это на сегодняшний день в тех учреждениях, в тех организациях, где уже такая работа начинает внедряться, это мультидисциплинарная команда, как она есть, которая может собираться либо реально физически, либо виртуально, но тем не менее врач-патологоанатом в этой команде является управляющим, он показывает и организует эти мультидисциплинарные команды с точки зрения всех диагностических исследований, которые были проведены по пациенту. Есть такие решения на сегодня в мире, но эти решения объемны, естественно, дорогостоящи и требуют крайне четкого продумывания до того, как вы начали в эту воду патологоанатомических исследований входить. Спасибо за внимание. Есть ли вопросы? Есть вопросы? Да. Глядя с большим оптимизмом в такое светлое цифровое будущее для нас патологоанатомов, хотелось бы вообще узнать, а насколько вообще длительность вот этой вот жизнецифрованного изображения больше, нежели, или меньше, нежели нашего гистологического препарата, парафинового блока удается. Ведь посмотреть нам, вот на моем опыте небольшом, 30-летней давности препарата и неплохого качества при современном хранении из блока в 20-летней давности мы делали иммуногистохимию, и она работает. Спасибо. Вопрос такой философский в целом. Сколько цифровой след после нас останется, когда нас уже не будет. Но смотрите, на сегодняшний момент действительно вы совершенно правы. возможно и на препаратах наверное 20-х годов посмотреть иммуногистохимию, молекулярную, возможно даже диагностику провести. Поэтому в данном случае вопрос, зачем все-таки переводить патологоанатомическое исследование на цифровой вид. Если речь идет только о времени хранения, то действительно цифровые решения здесь на сегодняшний момент, да, они предполагают, что без... Это не преимущество. Совершенно верно. Можно поспекулировать о том, что лет через 200, через 300, но очень удобно спекулировать, когда отвечать мне уже точно не придется за эти слова. Лиза, спасибо за очень интересную демонстрацию. Скажите, пожалуйста, обсуждался ли аспект этой темы с позиции время затрат исследователя, потому что всем, кто смотрит в микроскоп, совершенно понятно, что когда мы перейдем на цифру, во всяком случае на начальном этапе мы будем тратить в три раза больше времени для того, чтобы выполнить ту же работу, которую выполняем за микроскопом, и, соответственно, производительность упадет в три раза? Когда в речи идет о практическом опыте, на сегодняшний момент уже даже первые статьи на эту тему появляются, те врачи, здесь все зависит от человеческого фактора, те врачи, молодые, которые хотят и им удобно работать с цифровыми изображениями, работать с мониторами и довольно быстро переходят на работу с цифровыми изображениями, для них цифровой препарат становится быстрее фиксируемым их сознанием, и они быстрее обрабатывают случай при использовании цифровых препаратов, если речь идет о врачебной работе. Уже после процесса валидации, когда вот эти годы валидации цифровых изображений и изображений, которые врач смотрит под микроскопом, уже прошли. Когда речь идет о врачах с большим опытом за микроскопом, здесь вопрос желания, мотивации, стимуляции таких врачей на работу с цифровыми изображениями. Это не быстро, это переход от камеры, скажем, когда человек смотрит в камеру и видит реальное оптическое изображение и айфоном. Это сложно, долго, действительно, но те молодые врачи, которые приходят, им уже, конечно, проще работать цифровой информацией, они быстрее двигают этими мышками, чем двигают препарат под микроскопом, они быстрее фиксируют изменения на мониторе, чем в окулярах. Это такая... Я думаю, что мы со временем даже, когда это будет внедрено, можем устраивать некие соревнования между теми, кто смотрит просто в микроскоп и теми, кто смотрит виртуально. Второй вопрос более существенный, он касается того, что в течение многих лет мы пользуемся другой IT-технологией для консультирования с помощью скайпа или системы, которая напоминает захват цифрового изображения и передача его в Санкт-Петербурге, в Российской Федерации и вообще мы работаем много с очень удаленными центрами и эффективность в этой диагностике нами отмечается совершенно очевидно, она намного дешевле, хотя результат получается, на мой взгляд, получается тот же. Ну, это вот вопрос, опять же, задач, Сергей Леонидович, то есть, если ваши задачи решаются таким образом, если вы уверены в качестве камеры, которая передает изображение на рабочий стол, который вы фиксируете, вы уверены в своем мониторе, то валидированы для вас результаты, почему нет? Можно я вставлю несколько копеек по поводу на самом деле общего ключа вот задающихся вопросов, то есть, вы говорите о том, а зачем нам это нужно, если мы как бы можем добиться того же ну, как бы хорошего качества работы с меньшим количеством времени, затрат и сил. Абсолютно с вами согласна. То есть, на самом деле, вы спрашиваете, какие есть преимущества у всего этого, а преимущество, оно, знаете, как в экономике, оно фьючерсное, оно долгосрочное, то есть, да, с точки зрения телеконсультации быстрее там захватить с экрана изображение, переслать, то есть, выигрыш по времени есть только там, где вам не нужно перевозить блоки и стекла. А основное преимущество, которое есть у цифровки слайдов, именно в том, что мы накапливаем изображение, мы накапливаем базу данных, которой нам не хватает для того, чтобы разработать инструменты их анализа, их выявления, их сортировки, поддержки принятия решений, автоматизированного поиска новообразований, распознавания каких-то аномальных структур, вот именно тех инструментов, которые сейчас активно развиваются, о которых говорил Михаил, да, то есть, нам не хватает базы данных изображений, мировому сообществу не хватает этой базы данных, которая есть у рентгенологов, но она у них накапливается уже больше века, да, а мы только сейчас входим в эру, когда мы можем накопить достаточно большой материал цифровых изображений, и с точки зрения рутинной работы, диагностической работы, выгоды действительно вот то на то выходят, а с точки зрения накопления вот каких-то вещей, которые дальше нам позволят разработать инструменты реально, которые могут реально помочь патологу в его работе, вот именно на этой стадии мы и находимся, понимаете? Я не только понимаю у нас все, о чем был разговор, все есть, мы этим пользуемся, я пока не вижу этого запроса из клиники никаким образом, совершенно, это наша с вами идея, и мы понимаем, перед собой ставим задачи, и эти задачи вероятнее, сами же к этим задачам и будем идти с не очень пока пониманием конечного результата, это, да, действительно. Ну и последняя совсем короткая реплика, как в любых архивных IT-технологиях, нужно понимать, да, что если мы формируем одну байдзу, то совсем хорошо было бы, если бы мы ее копировали, потому что первая база, потому что может что-то произойти с электричеством, там, с водой или еще с чем-то, может соответственно погибнуть, и поэтому расчет в 100 терабайтов в год нужно увеличить в два, и это очень-очень скромное предположение, особенно для лабораторий, в которых делается в день больше тысячи препаратов. А сельгалимовна была первой. Дорогие друзья, все-таки надо было быть там в президиуме, я так поскромничала. Понимаете, весь дискурс, который у нас сейчас, это есть проблема воспроизводимости вообще в принципе морфологического исследования, потому что воспроизводимость на уровне секонда пенио, на уровне второго мнения или на уровне анализа изображения, то, что Екатерина Сергеевна сказала, машинный анализ, паттерн, поиск, поиск таких машинных уже решений, это на самом деле есть проблема воспроизводимости. И не секрет, что наше исследование, оно самое маловоспроизводимое, в отличие от биохимии, предположим, или еще от каких-то вот таких клинических вещей, общего анализа крови, каких-то параметров, которые можно пойти в пяти лабораториях сдать, и будет везде примерно одинаковый креатинин или количество эритроцитов. В нашей специальности, к сожалению, наш диагноз является очень-очень-очень субъективным. И можно пойти в пять лабораторий и получить пять разных изглючений, это не секрет. По одним и тем же препаратам. вот, в том числе машинное обучение, да, и машинный анализ каких-то вещей морфологических, это есть не противоречие, а помощь практикующему врачу. И поэтому весь дискурс, который у нас сейчас есть, а зачем мне это надо? Это надо, это надо для того, чтобы мы правильно и воспроизводимо ставили свои диагнозы. Спасибо. Доброе утро, коллеги. Я из Центра нейрохирургии Бурденко. Мы там тоже занимаемся немножко машинным анализом изображений в исследовательских целях в большей степени. Накопили определенный опыт в этой области. У меня такой маленький комментарий к комментарии Екатерины Сергеевны. Я согласен, что нам необходимо для автоматизации диагностического процесса и его оптимизации накапливать в некую базу изображений. Но здесь большая проблема заключается в выделении паттернов внутри этих изображений, которые могли бы быть потом использованы для обучения нейросетей, то, о чем говорил Михаил в своем докладе. И мы вот этим сейчас тоже занимаемся. И на самом деле это очень трудоемкий процесс. Он идет гораздо медленнее, чем возможность накапливать эти изображения. часть из этого процесса мы пытаемся автоматизировать при помощи наших коллег из Бауманского университета, из колтеха айтишников, и специалистов по анализу изображений. Но могу сказать, что пока этот процесс идет очень туго, и все равно там очень много ручных элементов. И мне кажется, что преждевременно, может быть, в таких объемах накапливать эти изображения, нам надо очень много поработать над тем, как происходит сам автоматизированный анализ с изображением. Все-таки в наших реалиях, особенно когда речь об иммуногистохимии, о создании фьюжн-изображения, у нас это достаточно медленно происходит. Боюсь, что вам кажется, мы можем после сессии немножечко это обсудить. Да, дискуссия такая у нас интенсивная завязалась. Если у кого-то есть еще пару вопросов, и тогда мы, наверное, немножко прервемся. Если нет, тогда у меня один вопрос такой шкурный. Мы как центр, который занимается телеконсультацией, который должен нести за это юридическую ответственность. У нас, в общем, вопрос регламентации нашей работы, потому что на сегодняшний день все еще нет определения, что такое цифровой случай. Оно нигде не прописано. Насколько я знаю, планировалось создать рабочую группу, которая будет заниматься разработкой технических условий и вот тех пунктов, которые он в себя включает. На каком этапе мы в этом направлении находимся? Ну, в данном случае, если речь идет о нормативной регламентации, действительно, на сегодняшний момент пока все уперлось в клинические рекомендации, что необходимо создавать клинические рекомендации по тому, как должен выглядеть цифровой случай. Вот здесь я некий пример на экране приведу того, как чаще всего выглядит полноценный цифровой случай с использованием всей клинической информации о пациенте, с использованием макроизображений и микроизображений по препаратам. Мы думаем о том, как лучше с точки зрения технического регламента данный концепт привести к нормативно-правовой базе, но пока все ждут клинических рекомендаций, которые кто-то должен написать. Неизвестно, кто. Ну, известно, но пока рабочая группа формируется, это вот больше вопрос Георгия Аврамовича на сегодняшний момент. То есть рабочая группа еще не сформирована? Спасибо. Так что ждем. Спасибо. Я думаю, что если есть еще какие-то вопросы, можно обсудить их за кофе. Продолжение следует...